Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Они внесли неоценимый вклад в развитие образования. Глава Республики в преддверии дня учителя поздравил и поблагодарил за нелегкий труд лучших педагогов. Вопросы, возникающие в процессе государственной регистрации прав и постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, они говорили в управлении Росреестра. В Черкесске теперь будут украшать кусты боярышника на Серебряной аллее, посаженные рукой волонтеров, представителей Пенсионного фонда и Совета ветеранов. Кому и сколько нужно сделать шагов в день? Участник Олимпиады Дмитрий Тенц о пользе ходьбы. Награды лучшим педагогам. Сегодня в Черкесске в преддверии дня учителя состоялась торжественная церемония награждения людей, которые в сфере образования отдают свою жизнь. Поздравил учителей, воспитателей, а также ветеранов педагогического труда, которые свою жизнь посвятили воспитанию и образованию подрастающего поколения, глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов. О состоявшемся торжестве, о том, насколько важна профессия учителя, расскажет Альбина Ламкова. До начала мероприятия считанные минуты. Яркий букет с порога к каждому педагогу. Он, несомненно, поднимает настроение. А звуки скрипки и виолончели создают атмосферу праздника. Учителя славятся в России. Помоги учения в вечной земле. Помню всех своих педагогов, учителей. Помню и до сих пор общаюсь со своим классом, руководителем Ивана Степанова. На самом деле, действительно, в жизни каждого человека, каждого ребенка, учитель, педагог, это действительно самое главное, наверное, после родителей, семьи. Потому что вы действительно закладываете в наших детей не только знания, но и их отношения к жизни, отношения друг к другу, отношения к людям, к обществу. На самом деле, это неоценимый и незаменимый труд, за что я вас очень искренне хочу поблагодарить. Затем глава республики Рашид Темрезов напомнил всем, что следующий год объявлен нашим президентом годом педагога и наставника. Он обратился к педагогам с просьбой дать свои предложения, на что необходимо обратить внимание в первую очередь и как его организовать, чтобы провести его в республике максимально эффективно. После состоялась церемония награждения. В ответ педагоги благодарили за удостоенную честь. Одна из них – Валентина Елагвенко. В 1978 году по окончанию института в городе Армавир она стала преподавать русский язык и литературу во второй школе Станицы Зеленчукской. Сегодня для нее очередной профессиональный праздник. Он стал особенным. Из рук главы республики приняла заслуженную награду – доктор наук, первоклассные летчики и просто профессионалы своего дела. Это все мои ученики, с гордостью отметила Валентина Елагвенко. И добавила, что это и есть результат кропотливого труда учителя, так как этой профессии можно научиться. Но научиться быть учителем невозможно. Это призвание к тому, чтобы передать другому все, что имеешь и умеешь. Получила награду. Я очень благодарна руководству республики, что вот так высоко оценен мой труд. В то же время эта награда и обязанность для меня. Я считаю, что я должна работать еще лучше. За достижения и заслуги в сфере образования педагоги республики были отмечены высокими наградами. А еще почетными грамотами правительства Карачаева-Черкесии, Народного собрания и Министерства образования и науки республики. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаева-Черкесия. В Черкесии состоялась встреча генерального директора саморегулируемой организации «Кадастровые инженеры Юга» Галины Высокинской с коллективом управления Росреестра Карачаева-Черкесии. Были обсуждены актуальные вопросы, возникающие в процессе государственной регистрации прав и постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков. На встрече говорили о необходимости их межевания, а также о том, какие из них можно оформить по дачной и гаражной амнистии. Взаимодействие и объединение усилий Управления Росреестра и саморегулируемой организации позволит урегулировать отношения между всеми участниками профессионального сообщества в их деятельности, что в конечном итоге даст высокое качество подготовки сведений об объектах недвижимого имущества, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости и снижению количества решений о приостановлении учетно-регистрационных действий. У нас сейчас две дачных амнистии действуют, 1.0 и 2.0. 1.0 позволяет узаконить дома, если они построены без разрешительных документов, то есть это возможно. Вот вторая дачная амнистия позволяет оформить землю, то есть если люди проживают, но у них нет документов ни на землю, ни на дом, они просто живут. Сейчас есть возможность оформить все в собственности и земельные участки, и дома. Прежде всего постановка на государственный кадастровый учет подтверждает существование объекта недвижимости, как существование, так и, допустим, снятие с государственного кадастрового учета, его отсутствие. Позволяет избежать судебных споров, например, таких как о границах земельного участка, о конфигурации площади. Выписка из ЕГРН помогает в суде решить их проблемы. Сегодня до конца суток, 5 и 6 октября, местами в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь в сочетании с грозой. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селий малого объема. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии дождь в отдельных районах сильный, с грозой и подъемом уровня воды до неблагоприятных отметок. Ветер западный 6,11 метров в секунду, температура ночью 8,13, в горах до плюс 8, а днем 13,18 градусов тепла и местами до плюс 13. В Черкесске ночью сильный дождь, днем также осадки, ветер западный 6,11, температура ночью 11,13, а днем 15,17 градусов тепла. Вы ее ждали! Новая коллекция шуб, пальто, курток по низким ценам, рассрочка без переплаты и первого взноса. Ждем вас! Кавказская 42, троллейбусная остановка на кругу, город Черкесск. Окна в рассрочку! Оконный комбинат! 8-938-333-90-00 В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» торжественно открыли серебряную аллею серебряные волонтеры благотворительного фонда «Доброгорец» вместе с представителями пенсионного фонда Карачаева-Черкесии и Совета ветеранов Черкеска. Они посадили 50 кустарников боярышника. На новой аллее побывал и наш корреспондент Алихан Лепшуков. Это место совсем скоро станет уголком отдыха для пожилых людей. Серебряные волонтеры благотворительного фонда «Доброгорец», куда входят представители старшего поколения, вместе с сотрудниками пенсионного фонда Карачаева-Черкесии и Совета ветеранов Черкеска, торжественно открыли серебряную аллею. Мероприятие проходит в рамках празднования Дня пожилых людей. Наши волонтеры активно принимают участие в жизни общества, и подобные акции сплачивают членов нашего движения, отмечают представители благотворительного фонда. Мы открываем очень интересный и трогательный объект – серебряную аллею. Эта аллея как символ старшего поколения нашей республики. Всегда на Кавказе с уважением и любовью относились к старшему поколению, и мы считаем, вот такой объект открыть, завести – это будет очень здорово, и я думаю, что старшее поколение оценит. Сажаем мы боярышник. Это и красивое цветение, очень весеннее праздничное настроение, и лекарственные плоды, которые можно потом использовать в пищу. На территории посадят 50 кустов боярышника. Высаживали целебные растения и представители пенсионного фонда Карачаева-Черкесии. Они часто принимают участие в проводимых акциях серебряных волонтеров и всячески стараются оказывать им свою поддержку. Мы оказываем им шефскую помощь, они в силу своей мудрости, знаний оказывают какую-то помощь нам. Сегодня вот такое знаменательное событие в парке культуры и отдыха «Зелёный остров», который является центром отдыха наших горожан, жителей нашей республики, состоялось открытие вот такой вот аллеи. И, конечно же, мы пришли помочь, поучаствовать и поддержать наших уважаемых серебряных волонтеров. «Мы не только посадим эти кустарники, но и будем приходить и ухаживать за ними», уверяют серебряные волонтеры. И нам очень приятно, что многие поддержали нашу идею в создании такой аллеи. «Серебряные – это вот как бы седые, умилённые сединой. Не то, что мы там действительно зубы у нас там золотые или серебряные, а седина в голове. Ну, без в ребро, как вы знаете. Нам ещё работать и работать. И очень хорошая идея посадить вот эти вот деревца, кустарники, боярышника. Почему? Потому что для старшего поколения это ещё и плоды, которые помогают и от сердца, и от давления». Совсем скоро кустарники начнут давать плоды, и данная аллея станет настоящим украшением парка культуры и отдыха «Зелёный остров». В Карачаево-Черкесии активно реализуется национальный проект «Культура». В рамках программы весной начата реконструкция Ужджигутинского районного дома культуры. В настоящий момент уже проделана огромная работа, отремонтирован фасад зданием, завершены отделочные работы второго этажа, заменены старые полы, окна, двери, инженерные коммуникации. Сейчас строители работают на первом этаже, ремонтируют зрительный зал на 360 посадочных мест. Педагоги, дети и их родители очень ждут обновления ДК, ведь Центр культуры и досуга для детей и молодёжи играет важную роль в культурной и духовной общественной жизни жителей Ужджигутинского района. «Ремонт у нас начался в мае месяце, работы проводятся у нас сейчас активно, реконструкция идёт очень хорошая, самое главное у нас реконструкция идёт концертного зала, то, что нас радует. Появятся новые кресла, появится экран у нас. Поменялись здесь, конечно же, и наши кабинеты. Кабинеты стали светлые, уютные, добавились гримерки для наших артистов-фокалистов». В начале октября отмечается День ходьбы. Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что людям от 18 до 64 лет необходимо ходить минимум 20 минут в день без перерыва. Во Всероссийской День ходьбы корреспондент Альбина Курочинова-Кейнжева встретилась с олимпийским легкоатлетом Дмитрием Тенцем. Именитый спортсмен, директор школы Олимпийского резерва, мастер спорта по лёгкой атлетике, участник Олимпийских игр в Сиднее, рассказал о пользе ходьбы. Во время пеших прогулок улучшается кровообращение. Люди, посвящающие прогулкам 30 минут в день, могут снизить риск инсульта на 20%. Ходьба может замедлить и даже остановить потерю костной массы у людей с остеопорозом. При ходьбе суставы постоянно находятся в действии, улучшается их кровоснабжение. Что особенно полезно для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Отличная возможность, сейчас у нас такая приятная осень, отличная возможность приобщиться к ходьбе, потому что ходьба является одним из самых доступной активностью физической, для которой не нужно никаких там больших объектов. Просто вот замечательный наш парк, зелёный остров, легко подходит. Очень много в городе локаций, которые являются такими классными озеленёнными местами со спортивным уклоном. Ходьба, не стоит её недооценивать, несмотря на то, что является такой, на первый взгляд, простой нагрузкой, но очень хорошо способствует здоровому образу жизни, повышает тонус сосуды, сердечно-сосудистая система хорошо работает, несмотря на то, что вроде бы просто ходим. Замечали ли вы, как во время прогулки улучшается настроение? И чем больше шагов, тем лучше настроение. А ещё ходьба приводит в тонус мышцы ног, живота и даже мышцы рук, если используются утяжелители. Учёные выяснили, что ходьба влияет и на здоровый крепкий сон. Зачастую мы задаёмся вопросом, что же лучше, ходьба или бег. Эксперты в этой области отвечают, что ходьба безопаснее. Отличие в том, что во время бега человек отрывается на некоторое время от земли и зависает на доли секунды в воздухе, затем приземляется, то есть каждый раз приземляясь, бегун подвергает своё тело нагрузке, превышающей собственный вес. Во время ходьбы риск травматизма минимален. Какие виды спорта сейчас актуальны среди подрастающего поколения, ответил Дмитрий Тенц. Подрастающее поколение, конечно, предпочитает более активные занятия. У нас, вы знаете, в республике очень сильно развиты единоборства и классические олимпийские виды спорта. Кстати, лёгкая атлетика также совсем недавно начинает набирать, как говорится, восстанавливаться в нашей республике. И велосипедное движение, федерация велоспорта у нас появилась. Активно начинаем, как говорится, восстанавливать наши старые республиканские традиции. Но и в таких массовых мероприятиях, допустим, как Кросснации, как Российский Азимут, как Всемирный день ходьбы, молодёжь принимает активно непосредственно участие, им всё нравится. Ну, потому что, прежде всего, это и общение, и здоровый образ жизни. Ходьба ускоряет метаболизм, снижает риски обострения хронических заболеваний, помогает бороться со стрессами. Ходить настолько просто, что это может делать каждый, ведь с первых шагов в жизни начинается её познание. Ходите дальше и дольше, и сделайте ежедневные прогулки частью своей жизни. Альбина Курочинова-Кенджева, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Чайки». Расул Бердиев